С вами я, Татьяна Салмановна Мактум, Сайфудин, отрывки из книги из моей библиотеки «Позитивное мышление и смежные науки», но эта книга очень особенная. Так что вот, Сен-Жермен, курс самотрансформации, на чем я остановилась, еще раз повторим эту великолепную фразу, великолепный абзац, девятая страница. Сен-Жермен дал мадам де Жоржи эликсир, благодаря которому она, по свидетельствам современникам, в течение 25 лет выглядела 25-летней и жила столь долго, что ее прозвали «старая вечная графиня». Сен-Жермен также составил для русской армии рецепт чая из трав, улучшающих состояние здоровья и предложил вылечить Джакома Казанову от тяжелой болезни в три дня. Но мошенник отказался от лекарств, не доверяя никому, даже самому достойному доверия алхимику, ибо сам обманул многих. Граф был виртуоз и в игре на фортепиано и скрипке, так же, как и превосходным художником, поэтом и мастером на все руки. Где бы он ни путешествовал, ему всегда был оказан радушный прием, как ученому, государственному деятелю и рассказчику. Он создавал тайные общества, был ведущей фигурой у розенгрейзеров, франкмасонов и рыцарей-тамплиеров. Того времени его перу принадлежали оккультная классика «Святейшая Тринософия», в которой он использовал смешение современных языков и иероглифов с иероглификой древности. Монсельюр де Сен-Жермен никогда не поддерживал и не отрицал того, что о нем говорили. Вместо этого он отвечал с улыбкой или с обдуманной уклончивостью. Его познания в алхимии получили высокую оценку Людовика XV, обеспечившая его лабораторией и резиденцией в Королевском дворце в Шамборе. Его алхимические сеансы, по свидетельствам хроникеров, были ничем иным, как чудом. Мадам де Оссе, которая была камеристкой Мадам де Помпадур, довольно подробно описала чудеса Сен-Жермена. В ее мемуарах рассказывается о том, как в 1757 году король приказал принести второсортный бриллиант, который имел дефект. После того, как бриллиант был взвешен, его величество сказал графу, Стоимость этого бриллианта, такого, как он есть сейчас, с дефектом, 6000 ливров. И без трещины она составит по меньшей мере 10 тысяч. Не заблагодарите ли вы предпринять что-нибудь, чтобы я мог извлечь выгоду в 4000 ливров? Сен-Жермен осмотрел камень очень внимательно и сказал, Это возможно, я могу сделать это и принесу его вам через месяц. В назначенное время граф Сен-Жермен принес камень уже без изъян и отдал королю. Камень был завернут в полотно из горного льна. Сен-Жермен развернул его, король немедленно взвесил камень и нашел его в весьма незначительно уменьшенном весе. Затем его величество отослал бриллиант своему ювелиру, не сказав о том, что произошло. Ювелир сообщил, что готов выплатить за камень 9600 ливров. Король, однако, попросил вернуть ему бриллиант, чтобы сохранить его как диковину. Находясь при одном из королевских дворов Европы, этот мерлин XVIII века попросил принести ему несколько костей оленей и сучков дерева. Получив эти ингредиенты, он ускользнул в столовую дворца. Прошло несколько обновений, он появился вновь и попросил гостей следовать за ним. Когда двери открылись, все остолбенели. В комнате был лес и олень пасся на столе, пышно сервированным изысканными блюдами. С подобной же легкостью Сен-Жермен воплотил мечту алхимика превращения неблагородных металлов в золото. Это 11 страница книги Сен-Жермен курса в химии. В 1763 году граф Карл Кобенцл писал в одном из писем, что Сен-Жермен совершил на его глазах трансформацию железа в металл прекрасный, как золото, по меньшей мере, подходящий для любой работы золотых дел мастера. Маркиз де Вальбель также описывал виденное им превращение Сен-Жерменом в шестифранковые монеты в золото. Казанова описывал аналогичный эксперимент, когда Сен-Жермен превратил в золото монету в 12 солей. Однако он решил, что это фокус и намекнул Сен-Жермену, что тот подменил одно на другое. Сен-Жермен упрекнул его, «Те, кто способен усомниться в моей работе, не заслуживают того, чтобы разговаривать со мной». «И поклонившись, незамедлительно и навсегда выпроводил скептика из своей лаборатории». «О как!» «Те, кто способен усомниться в моей работе, не заслуживают того, чтобы разговаривать со мной». «И поклонившись, незамедлительно и навсегда выпроводил скептика из своей лаборатории». «Обисит Gina»